Добрый день, дорогие коллеги. На самом деле, это у нас, судя по всему, некий симптоматичный случай, потому что я тоже чувствую себя немного лишним в данной ситуации, в особенности после того, как большая часть того, о чем я хотел сказать, было затронуто, и, на мой взгляд, затронуто куда более хорошим образом, потому как речь была предоставлена в первую очередь врачу, человеку, который существует не в кабинетных условиях и библиотечных, которые все узнают из книг, а из реальной практики, но так или иначе, я попытаюсь рассказать нечто новое, и я попытаюсь дополнить то, что уже было сказано, потому как есть вещи, с которыми я так или иначе не согласен. Как вы можете заметить, тема – это исследование врач-пациент с точки зрения социологии, если бы точнее, медицинской антропологии. И я сразу предваряю, наверное, очень популярный вопрос, что же социолог делает в медицине. И, собственно, на него я тоже попытаюсь ответить. Во-первых, я бы хотел, когда я ехал сюда, я хотел начать свой доклад немного иначе, но после предыдущего доклада я бы хотел начать его следующим образом. С социологической точки зрения, то есть я сейчас попытаюсь обрисовать идеальный случай. Идеальный случай – это когда существует правильная медицина, которая всегда знает, что делать, которая всегда помогает в 100 случаях из 100, которая всегда успешна и которая минимизирует любые страдания пациентов. С другой стороны, есть неправильная медицина. И люди, которые исповедуют альтернативные методы лечения, их можно сравнить, наверное, с неправильным медом и неправильными пчелами. Они всегда существуют где-то на затворках. Как уже было сказано, медиа пространства – это, как правило, какие-то заряжатели воды, люди, которые пьют льную воду, акули, хрящи и так далее. И к ним всегда относятся как к своего рода юродивым представителям мира сего, что, разумеется, не совсем так. Это первое. Второе. Существует пациент. Пациент, который болен. Даже не пациент, а заболевший. Пациентом он становится лишь тогда, когда приходит в кабинет к врачу. Существует заболевший, который испытывает некие страдания, которые переживают свою болезнь, которая в корне меняет его жизнь. Люди, которые… Эти заболевшие очень редко заканчивали медицинские учреждения. Они очень редко изначально знали, что такое онкология. И, как правило, они узнают о ней… Пошу прощения. О ней в процессе своей болезни. На другом конце спектр медицина. Это веками устоявшаяся наука, у которой есть свои методы, свои теории. И более того, это наука, что немаловажно. Это наука, которая существует в практическом поле реализации в общении с пациентами. Потому как любое лекарство, прежде чем стать лекарством, проходит ряд клинических испытаний, где существует определенная статистическая значимость, существуют определенные методы, доказательства и так далее. Наверное, так было бы проще всего. Но, к большому сожалению, это не так. И если заводить речь о менталитете людей, которые используют альтернативные методы, вот на этом слайде я бы хотел показать, что это не совсем так. В данном случае город Ель, достаточно известный онкологический центр, который за редким исключением, в отличие от всех остальных онкологических центров, провел социологическое исследование. И у 840 пациентов, из них 280, используют альтернативную медицину. Это каждый третий. Разумеется, мы не можем говорить о том, как-то распространять результаты на все общество и так далее, потому что существуют различные виды онкологии и так далее, рака. Но этот пример показывает, что в Соединенных Штатах Америки, где немного иной подход к исцелению этого заболевания, все равно существуют подобного рода артефакты, о которых следует помнить. И что мне кажется наиболее важным, это уже было затронуто, это патерналистская модель взаимодействия врача и пациент. Мне кажется, что о патерналистской модели уже было рассказано достаточно подробно, но существует также вторая модель. Это модель устойчивого партнерства. Вторя, так сказать. Патерналистская модель, в данном случае пациент рассматривается как некий ребенок, которого врач всегда ведет за руку, врач, будучи родителем, он всегда ведет его за руку, рассказывает, что нужно делать, а что делать нельзя. И как правильно было замечено, врач внутри патерналистской модели очень часто злится на применение альтернативных методов. Однако кабинет врача в данном случае является не просто кабинетом врача, кабинет врача является пространством столкновения двух моделей объяснения. Это то, о чем я говорил ранее. Модель объяснения врача как специалиста, как ученого, и модель заболевшего как человека, который постигает рак в процессе своей болезни, своим телом в сущности. Немаловажным здесь является разделение, которое проводится рядом медицинских антропологов, и я сразу в некотором смысле очерчу также поле вопросов, сказав, что это люди не только социологическим образованием, зачастую это люди, которые получают и медицинское образование, в частности в Европе очень часто практикуется такая форма образования, когда философия медицины и практическая медицина преподается на одном направлении. Так вот, заболевания внутри медицинской антропологии делятся на… где заболевание понимается как sickness, как заболевание вообще, делятся на illness, то есть недомогание, персонально переживаемый опыт, когда что-то не так, и disease, то есть диагноз или патология. И она формируется на основе клинических замечаний и той типологизации, которую проводит специалист, то есть врач. Собственно, в чем же тут проблема? На мой взгляд, здесь начинается самое интересное, потому что столкновение illness и столкновение disease, как двух моделей объяснения того, что вообще здесь происходит, и порождает те огромные конфликты, о которых было сказано двумя докладами ранее. В данном случае социологические точки зрения – это не просто какие-то ментальные диспозиции, которые мозг делает уже до того, как лечение началось. Как правило, это формируется внутри того поля, в котором мы постоянно существуем, потому что согласно, опять-таки, огромным количествам исследований, в частности, что радует исследованиям российских, огромное количество медицинских убеждений, то есть наших представлений о том, что такое болезнь, как ее переживать, как ее лечить и что вообще с этим делать, она формируется не в школе, не в университете и так далее, она формируется внутри наших семей, внутри наших друзей, внутри наших знакомых, потому как, если посмотреть на улицу, то, строго говоря, в детском саду нам ставят манту, потом в школе мы идем к стоматологу, потом в военкомате мы проходим медицинское обследование, и, вообще-то, строго говоря, на каждом углу у нас аптеки, и, строго говоря, очень сложно свернуть не туда, то есть сложно представить такую ситуацию, когда человек приходит после работы домой и говорит, у меня какое-то недомогание, назовем его N, и вместо того, чтобы пойти к врачу, чтобы мне поставили диагноз, я, наверное, лучше сделаю себе кофейную клизму. Но, к большому сожалению, об этом уже было сказано, касательно рака желудка, это совершенно реальные ситуации, и, однако, эти убеждения формируются на протяжении всей нашей жизни, на протяжении того, как мы общаемся с друзьями, с нашими родственниками, и когда мы приходим к ученому, к врачу, в первую очередь, это столкновение, это непонимание двух точек зрения со стороны врача внутри патерналистской модели и приводит к тому конфликту, что, к большому сожалению, пациенты уходят в альтернативные методы лечения. Я провожу исследование, в общем, в ходе которого я исследую эту группу людей, которые используют альтернативные методы лечения рака. И одна из моих информанток сказала, что, значит, ей был поставлен рак молочной железы, диагноз, и когда она пришла к врачу, врач, недолго думая, предложил ей удалить грудь, удалить яичники, на что она ответила ему, я нахожусь в некой фрустрации, и я боюсь, что я не верю тому, что вы говорите, я сейчас немного переиначиваю, чтобы это было в каком-то связанном нарративе. Может быть, я позову своего молодого человека, на что врач сказал, а вы уверены, что он вас не бросит после этого? Это является кристаллизацией патерналистской модели. Внутри патерналистской модели, что наиболее важно, именно отношение к пациенту. Пациент рассматривается как объект, потому что в науке есть объекты, физики изучают мир, биологи изучают это, социологи изучают общество, но в каждой науке так или иначе существует объект. В патерналистской модели врач рассматривает пациента как объект, из которого нужно взять болезнь и удалить. Это строится на очень четком разделении между здоровым человеком и больным человеком. У здорового человека все потрясающе, у больного человека что-то не так. Так вот, это что-то не так нужно просто убрать и вернуть пациента обратно к здоровому. К большому сожалению, сейчас грани и врачи, что наиболее важно, опять приходят к тому, во всяком случае, если читать публикации British Medical Journal, врачи говорят о том, что более не существует никакой разницы между больным человеком и здоровым человеком. Мы все так или иначе хронически больны, хронически здоровы. И в патерналистской модели это категорически не учитывается. И предложение удалить молочные железы, яичники как единственное решение проблемы прекрасно нам это иллюстрирует. Что такое и чем, собственно, это все, ну скажем, а, да, я прошу прощения, после того, как она услышала эти слова, она обратилась к альтернативным методам лечения и это было неправильным решением в общем и целом. Это очень сильно ухудшило ее здоровье. Но там был весь набор, то есть то, что было рассказано в гайдах Ютуба, это льяная вода, лечебное голодание, соковое голодание, кофейные клизмы и так далее, и так далее. И, собственно, та форма, с помощью которой пациент преподносит врачу, говорит с врачом об альтернативных методах лечения, это в строгом смысле нам кажется паранаучным, что очень важно понимать врачу. С точки зрения врача как ученого это не имеет никакой под собой логики, ведь как же так? Это противоречит в принципе физиологии человека. Однако с точки зрения пациента медицинские социологи, люди, которые занимаются социологией внутри медицины, называют это дивергентной рациональностью. Иными словами, если вы говорите, если вы, будучи врачом, слышите от пациента, что кофейная клизма или, например, лечебное голодание поможет ему справиться с раком молочной железы, то вероятнее всего в его голове это выглядит прекрасно и обоснованно. Это не какое-то коллективное помешательство и сумасшествие. Это простой вариант, чтобы назвать человека сумасшедшим и просто поместить его в психиатрическую клинику, где его будут принудительно лечить. Нет, у него в голове все прекрасно и рационально сложно. Одно вытекает из другого, потому что, например, лечебное, допустим, рак питается глюкозой, соответственно, я не должен есть сахар и так далее. Это тоже, в общем-то, получено из интервью с информанткой. И с помощью таких логических связей, где силологизмы вытекают друг из друга, врач не может найти в этой системе, и это причина, по которой, скажем так, паранаучные целители крайне убедительны и завлекают огромное количество адептов к себе, потому что в этой системе рациональности все прекрасно сложено. Люди не могут быть коллективно сумасшедшими, в конце концов. И немаловажным является, я, в общем-то, наверное, закончу на этом, одна из причин, точнее, одно из следствий того, что люди не доверяют врачам по тем пунктам, которые я обозначил, я их еще резюмирую в конце, как по счастливой случайности представители альтернативной медицины, ее столпы обеспечивают тем самым доверием, тем самым ресурсом доверия, который они смогли предоставить традиционные врачи. Если пациент, прошу прощения, не находит доверия в стандартных отношениях между врачом и пациентом, то, опять-таки, по счастливой случайности он находит это у аюрведического специалиста или у специалиста по акупунктуре. В данном случае это связано с весьма тривиальной социологической гипотезой, что доверие является формой, является основным и ведущим ресурсом того, на чем социологические и социальные институты держатся. А отношения врач-пациент – это в первую очередь социальный институт. Социология занимается тем, что исследует отношения между людьми, профессиями и так далее. Если в данном случае институт не получает своего топлива и этот локомотив не едет, какое совпадение? Он найдет этот ресурс в другом месте и в другом институте. И модель устойчивого партнерства, о которой было заявлено как некий набор правил, как нужно разговаривать с пациентом, как нужно себя вести, это очень важно, потому как, строго говоря, никакого набора правил не существует. Это исключительно, и как верно было замечено, это, скажем так, результат исключительной и персональной рефлексии по поводу отношений, по поводу своей профессии. Не существует никакого гайда, где было сказано, нужно то-то, то-то и то-то, потому что один пациент категорически не похож на другого, и кто-то может проявлять агрессию в персоне врача, а кто-то нет. И поэтому, на мой взгляд, я, кстати, был глубоко шокирован в предыдущем докладе, в хорошем смысле этого слова, потому что столь высокую степень рефлексии, во-первых, говорит о том, что российская медицинская система, медицинская реальность, если говорить более масштабно, она отходит от патерналистской системы, и какая была, например, какая практиковалась в Советском Союзе или в других странах, которые поныне реализуются, это пример того, как модель устойчивого партнерства может быть реализована, потому что сомнение – это на самом деле неплохо, это есть единственный предикат того, что происходит кардинальный слом медицинских парадигм, а в данном случае это была прекрасная иллюстрация сомнения как ученого, специалиста, врача, и, на мой взгляд, это является наиболее важным. Спасибо. Спасибо.